Всем привет, друзья! С вами Маркович, и сегодня мы начнем играть в игру под названием Workers and Resources Soviet Republic. Данная игра представляет из себя стратегию в режиме реального времени. Здесь мы будем строить свою собственную республику, добывать разнообразные ресурсы, из них что-то производить, что-то из этого отправиться на экспорт, что-то, наоборот, мы с ними будем импортировать, дабы у наших граждан было комфортное существование, скажем так, и они, конечно же, могли трудиться на благо нашей республики. Еще одной особенностью данной игры является то, что здесь антураж выполнен в советском стиле. Звучит интересно, давайте посмотрим. Выбрал для нас с вами весьма живописное местечко для нашего будущего городка. Здесь есть и горы, недалеко здесь, в принципе, есть относительно ровные поверхности, где мы с вами сможем построиться, да, ландшафт здесь влияет просто невероятно на все наше строительство, но вы это еще увидите, постоянно все выравнивается, постоянно у нас какие-то будут проблемы с вами с дорогами, но разберемся. Дальше здесь относительно недалеко есть такое вот озерцо, в принципе, красивое, и также относительно недалеко есть граница и пункты, которых мы с вами сможем как раз-таки производить торговлю, то есть мы что-то с вами сможем продавать там и, наоборот, что-то закупать. Конечно, не так просто, нам с вами нужно будет сделать, во-первых, дорогу к этим пунктам, вот, допустим, сюда, сейчас посмотрим. Видите, такой вот пунктик, нажимаем на него, и здесь, в принципе, показаны ресурсы, которыми можно торговать. За рубли, за рубли, потому что это советская граница, если бы здесь был запад, собственно, западные города, тогда с вами торговали бы за доллары, вот видите, у нас две валюты, есть доллары и рубли, но здесь все будет с вами за рубли происходить. Поэтому изначально мы с вами будем тратить доллары. Ну, короче, сейчас разберемся. И здесь, как вы видите, можно будет даже торговать электричеством, вот здесь есть, можно будет к подстанции к этой присосаться, и, ну, либо закупать, наоборот, для начала, да, либо продавать потом излишки уже. Ладно, возвращаемся на наше местечко, вот здесь, я все-таки, думаю, начнем с вами. В принципе, в принципе, из первого такого, скажем так, ресурса нам бы с вами уголь, конечно, пригодился, поэтому сейчас мы с вами проверим, заходим в строительство, идем в гравий, уголь, железо, отрасль такая здесь есть, и угольную шахту смотрим. Ну, в принципе, вот здесь горы очень довольно-таки, скажем так, богаты углем. Опять же, ландшафт, нужно за ним наблюдать, да, и не строить где-то здесь, чтобы потом, как бы, дорогу мы всегда хрен с вами проведем. Но, в принципе, здесь вот есть неплохие месторождения, даже можно не одну шахту будет построить, но здесь можно будет построить, даже здесь есть уголь какой-то, здесь есть уголь, в принципе, разберемся. Вот, что, ну, это, знаете, для начала такой толчок будет, чтобы мы с вами могли, во-первых, обеспечить электричеством наше поселение, а, во-вторых, ну, может быть, даже продавать хоть какая-то копеечка у нас с вами будет идти, потому что деньги у нас с вами здесь будут утекать поначалу, особенно, ох, как хорошо у нас, всякие разные закупки, просто обалдеем с вами, ну, да ладно. Итак, ну что, начинаем строительство тогда нашего замечательного поселения, да, нашего замечательного города, республики даже, я бы сказал так, с чего, собственно, все это дело начинается. Ну, начинаем мы строить, конечно же, с вами за деньги все. То есть, есть здесь возможность строить за свои собственные ресурсы, которых у нас пока что нету, поэтому непосредственно, конечно, начинаем именно за деньги. Тут, видите, есть даже автопостройка за рубли, либо за доллары, но это мы пока с вами включать ничего не будем. Сейчас мы с вами накидаем, скажем так, план общий первых постройок, а потом уже, когда включим время, тогда и будем смотреть, как у нас с вами денежки-то утекают. Мы заходим для начала, я думаю, в энергетику все-таки, да, посмотрим, где мы с вами, ой, нет, не в энергетику, вру, а как раз-таки в гравий, угель, железо. Посмотрим, где мы с вами поставим шахты. В шахтах у нас с вами будет добываться уголь. Дальше нам с вами понадобится переработка угля, завод по переработке угля. И дальше уже у нас с вами как раз-таки пойдем в энергетику и будем строить тепловую электростанцию, которая будет как раз-таки обеспечивать нам с вами электричество, да и плюс еще можно будет попродавать его, если будут излишки, конечно. Так, автопокупка ресурсов пока тоже отменю. Там с вами с этим тоже разберемся. Это можно будет отдельно в каждом здании настроить, в принципе, вот эту самую автопокупку. Потом щелкнем на него и посмотрим, что там можно закупать, чего нельзя закупать и так далее. И в каких режимах, конечно же. Сетку можно отключать, строительную, естественно, сетку рельефа, но она просто помогает нам увидеть, где лучше, да, и где можно вообще строить что-либо. Поэтому пока ее оставим, пока мы с вами тут все, скажем так, набрасываем. Итак, давайте вернемся все-таки к строительству, к нашему, и зайдем в уголь, в угольную инфраструктуру. Так, угольные шахты, где мы с вами их будем строить? В принципе, есть опять же несколько мест, где можно их построить. Можно две рядом построить вообще, в принципе. Я думаю, даже это, в принципе, неплохой вариант будет, вот если мы с вами где-то здесь их расположим. И, как видите, у здания есть два выхода. Один конвейер, второй дорога, собственно, обычная самая. По конвейеру мы с вами будем доставлять угли, естественно, дальше. Ну, тут можно как? Можно либо по конвейеру, либо грузовиками. Конвейер гораздо удобнее, конечно, хоть, может быть, при строительстве это будет немножко дороже, но зато потом не нужно будет машины заправлять. Да, тут нужно будет машины еще и заправлять, короче говоря, бензином и дизелем, или чем-нибудь там, на чем они у нас будут работать, смотри. Короче говоря, все здесь требует какой-то энергии. Поэтому давайте, я думаю, поставим шахту первую где-то здесь. В принципе, конверт в эту сторону у нас пойдет. Где-то здесь можно будет переработку пустить тогда. Кстати, да, я думаю, так и сделаем. Шахту здесь, шахту здесь, здесь переработка, а здесь уже где-нибудь электроэнергия будет вырабатываться примерно. Во, так, наверное, и поступим. Хорошо, ставим первую шахту сюда тогда. Кстати, видите, квадратики такие небольшие, вот там маленькие под зданием, есть некоторые желтые. Это значит, что ландшафт не очень подходит, но мы зажимаем кнопку и, видите, написано «Нужен свободный экскаватор в депо или строительной конторе», дабы он трудился и здесь выравнял почву. Но мы с вами также можем сделать, нажать «Автопостройка за рубли», ой, за доллары точнее, и если мы с вами нажимаем, то он начинает, видите, за денежки автоматически выравнивать. Все, место готово, и стоимость в долларах будет 93 тысячи, это стоимость постройки. Мы ставим ее сюда. Сейчас немножко выйдем из этого меню и покажу вам кое-что. Кстати, вот сразу и город образовался. Мы нажимаем на постройку, и здесь у нас, видите, есть необходимые ресурсы для постройки данного здания. Общее количество и на каждый этап работы. Тут дальше стройка на этапы делится. В первом этапе нужен бетон, гравий и асфальт, ну и, конечно же, рабочие. У нас ничего этого нет, поэтому мы просто-напросто будем это делать за деньги. Мы здесь возьмем как раз-таки, да, автоматическая стройка за доллары. Вот, но пока отключу, дальше можно будет включить ее, в принципе, обратно. И стройка у нас с вами здесь дальше пойдет. Сама по себе, естественно. Хорошо, первая шахта у нас с вами есть. Давайте сразу построим вторую, потому что угля, я думаю, нам с вами нужно будет побольше. Да, уголь, тем более, тоже, если избытки будут, можно будет его и продавать потом. Так что, в принципе, лишним-то не станет. Угольная шахта еще одна. Кстати, ничего себе, смотрите-ка. Мы тут с вами построили одну шахту, и, видите, написано, как будто бы здесь больше нет угля. То есть она неплохо так будет здесь, видимо, все выковыривать, это дело. Но, благо, здесь есть чуть подальше месторождение, хоть и небольшое, кстати говоря. Но мы можем вообще подальше сделать тогда вот здесь, чтобы там не мешалось ничего, да? С другой стороны, слишком далеко друг от друга, и строй тоже смысла нет, потому что туда нужно будет и рабочих возить, и, короче говоря, лучше построить где-то здесь. Либо обойдемся одной шахтой вообще пока что, на самом деле. Давайте попробуем обойтись одной шахтой, там дальше посмотрим, если что, построим еще одну. Хорошо. Далее нам с вами пригодится переработка угля. Где она у нас с вами будет находиться? Ну, где-нибудь, в принципе, я думаю, здесь. Сейчас посмотрим вообще на местность. Я думаю, да, где-то здесь поставим переработку ту самую, да? Чтобы она, главное, не мешала здесь. Так, здесь у нас еще угли будет. Ну, да, вот сюда воткнем. А здесь рядышком будет у нас как раз-таки электростанция наша. И в эту сторону, наверное, когда пойдем строить жилые помещения, скажем так, потом. Ну, и сюда еще тоже можно будет зайти, наверное. Ну, это все, на самом деле, не быстро строится. Это, знаете, не какие-нибудь там симуляторы градостроительные, где мы с целыми районами застраиваем. Нет, здесь нужно так вот как раз-таки одно здание построил, посидел, посмотрел, построил дальше и так далее. Хорошо. Переработка угля все-таки. Давайте возвращаемся к ней. И смотрим, как мы будем ее располагать. Здесь у нас конвейер выходит в эту сторону. Соответственно, нам с вами нужно переработку расположить так, чтобы конвейер удобно в нее, скажем так, входил. Ну, в общем-то, можно вот так это настроить. Я думаю, да. Как раз-то это будет удобно для нас, потому что в эту сторону влево пойдет выходной конвейер уже с готовым топливом для электростанции. Поэтому где-то здесь мы с вами ставим это дело сейчас. И, в принципе, я думаю, да, как раз-таки конвейер пойдет вот так. Чпоньк, сюда сразу напрямик. Не особо далеко это будет, поэтому я думаю, что он дотянется. В принципе, можно даже еще поближе построить. Это вообще не проблема. Никак не проблема. Так, хорошо, ставим сюда. Да, кстати, перед тем, как построить, мы с вами, в принципе, могли бы построить строительную конторку, чтобы экскаватор уже копал сам землю, и нам, как бы, не приходилось бы тратить на это деньги. В общем-то, можно поступить и так, на самом деле. Давайте, давайте сделаем. Заодно посмотрим, как это работает здесь. Так, строительная отрасль нас интересует, и строительная контора. Вот так она выглядит. Я думаю, мы построим ее где-нибудь вот здесь. Тоже относительно недалеко, в принципе. Здесь дорогу сможем провести, я надеюсь, без каких-либо эксцессов, скажем так. Ну, в общем, контора у нас с вами будет располагаться в этом месте. Давайте поставим ее сюда. Нужен... Да нет, нет, давай за деньги сразу. Давай за деньги. Сейчас пока нет экскаватора все равно. За денежки. Бам, выравниваем все. Оп. Так. Все, площадь у нас с вами выровнена, и мы сможем строить за 6 тысяч. Так, отлично, все построили. Дальше нам с вами нужно будет провести, конечно же, дороги еще, естественно. Но дороги здесь тоже имеются. Разнообразные. На разных дорогах разная скорость. И пешая, и, собственно, транспортная скорость. Но мы начнем, наверное, с гравийных попроще-таки дорожки, в принципе. Так, и как они здесь делаются? Ну, вот как-то так тянутся. И, видите, дорогу здесь особо сейчас не построишь. Нужно ее выравнивать. Ну, то же самое, в принципе, можно выравнивать. Зажал, она и выравнивается. Сюда дорожка соединяется, в принципе. Ну, не-не-не, это я не хотел вести. Отмена. Аборт Мишн, пожалуйста. Аборт Мишн. Так, закройте мне все. Дорогу выделите. Нет, не хочу ее строить. Не хочу ее строить. Да, хочу убрать. Спасибо большое. Вот здесь у нас с вами будет транспортное депо. Точнее, строительная контора. Давайте ее как раз-таки построим. Я думаю, да, запустим сейчас производство. И, видите, ресурсы потихонечку от нас как бы убегают. Точнее, наоборот, появляются настройплощадки. И строится помещение. Так, у нас уже и шахта почти достроилась за доллары, как видите. Смотрите, побежали, побежали, побежали. И, собственно, стройка идет. Хорошо. Нам с вами теперь нужно зайти сюда. В общем-то, вот оно меню строительной конторы. И нужно купить здесь транспорт. Нас интересует в первую очередь, конечно же, экскаватор. Экскаватор интересует. Два вида у нас сейчас доступны. За доллары, кстати говоря, вообще сейчас ничего нет. Тут только один грузовичок небольшой. И все, в принципе. Поэтому покупаем за рубли сейчас транспорт. Так, экскаватор нас интересует. И есть два вида. Один 80-ти киловатт мощность. Второй 45. Ну, берем помощнее. Они, в принципе, не особо-то различаются в цене, скажем так. Поэтому возьмем помощнее машинку чуть-чуть. Все. И теперь этот экскаватор у нас с вами появился на стоянке здесь. Видите? Он замечательный наш дружок, который будет нас с вами выручать. И теперь мы с вами выравнивать будем за счет этого экскаватора. Не придется платить лишние деньги, опять же. Хорошо. Давайте продолжим дальше стройку. Нам с вами сейчас пригодится завод переработки. Он стоит, кстати говоря, 162 тысячи. Обойдется нам в 162 тысячи долларов. Но, в принципе, а что поделать? Что поделать? Нам так или иначе нужно это строить. Без этого никак. Так, в эту сторону поворачиваем. Правда, вот дорога выходная будет тоже куда-то в эту сторону. Но ничего, введем здесь по кругу, значит, как-то ее посмотрим. Посмотрим, как-нибудь построим. Слишком далеко строить не буду его, в принципе. Ну, вот так немножко в эту сторону его разверну тоже. И там как раз-таки соединение будет удобное. И смотрите, сейчас дорога выравнивает... Ой-ой-ой, не ту нажал-то, господи. Забыл убрать рубли, точнее, деньги. Вот, дорога местности, точнее, теперь выравнивается, видите, за счет того, что у нас с вами есть экскаватор. Он там даже видно, его по стройплощадке скачет потихонечку и выравнивает нам с вами землю. Но, говорю, ландшафт здесь, конечно, играет очень большую роль, потому что если это слишком сложный ландшафт, то мы ничего с вами здесь толком построить-то не сможем. Особенно будут проблемы с дорогами. Ну, мы сейчас с вами постараемся. Итак, ставим сюда проект по переработке угля. Хорошо, у нас есть с вами переработка. Дальше. Переработка есть, теперь остается построить что правильно? Электростанцию нам с вами нужно построить. Выбираем тепловую электростанцию и смотрим, где мы будем ее строить. Ну, как видите, даже показано, в принципе, да, линии, такие вот желтые, докуда будет дотягиваться электричество. В принципе, максимально, ты понимаешь, 300 с лишним метров, 320, там вот сколько-то, 8 было максимум, по-моему. Так, ну-ка, давай, появляйся. А сюда даже как-то поменьше почему-то, да, я смотрю. Хорошо, но мы с вами не будем ставить ее очень далеко от наших первых инфраструктур, чтобы потом, знаете, не лепить лишних проводов и этих подстанций и так далее. Хотя, так или иначе, придется все равно это сделать. Давайте, ну, сейчас я выберу место где-нибудь вот здесь, наверное, мы поставим, тоже относительно недалеко. Здесь как раз-таки есть место для входа конвейера, как раз-таки, на принципе, переработки сразу на электростанцию получается. Здесь примерно и поставим. Так, ну что, выравняем площадь тогда, я думаю, здесь, да, поверхность. Начинаем ровнять потихонечку опять наш экскаватор. Трудяга там в поте леса все делает для нас. Ну, а мы с вами просто смотрим на это и ждем, пока он все, пока он закончит свою работу, скажем так. И нужно будет все это дело соединять, конечно. В принципе, в принципе, вот такая вот, скажем так, первая строчка у нас с вами будет завершена. То есть у нас будет шахты, у нас будет уголь немножко, у нас будет электроэнергия первая. В принципе, для начала можно было бы и закупать электроэнергию у соседей у наших, да, но деньги тут, поверьте, будет еще на что потратить, поэтому... Так, тихо, что сместилось, не понял. Давай сюда ставься, вот отлично. Поэтому лучше свою энергию неметь, конечно, и даже продавать ее, если будут излишки. Я надеюсь, что будут... Я надеюсь, что будут они. Хорошо. Так, здесь у нас с вами все готово. Здесь стройка пошла. Здесь стройка пока не пошла, но мы сейчас с вами еще наладим кое-что другое. Нам с вами нужно зайти в пути и наладить, во-первых, конвейеры. Конвейеры, которые будут поставлять уголь с добычей на переработку. И дальше с переработки непосредственно в шахту. Тоже будет вот такими вот конвейерами поставляться. Это хорошо, что у нас с вами еще все относительно недалеко расположено друг от друга. Если бы было далеко, нам бы с вами пришлось бы ставить конвейерные башни, всякие разнообразные и прочее, 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 короче говоря. Ну, как-то вот так. И здесь тогда мы с вами сейчас начнем, я думаю, строить наши, в принципе, жилые здания, в которых у нас будут жить люди, которые будут работать здесь, на этих данных предприятиях. Но, помимо всего прочего, давайте сначала еще дорогу тоже построим. Так, как у нас с вами дорога здесь пойдет? Я думаю, мы сейчас спустим тогда как-нибудь от шахты вот сюда в эту сторону дорогу, в принципе, да? Можно вот сюда, я думаю, завернуть ее как-нибудь. Так, сейчас давайте до сюда. Вот так, раз. Дальше дорога пойдет сюда у нас с вами. В принципе, и вот так вот напрямую. Здесь, в принципе, без проблем, видите, она у нас строится. Так что, хорошо, даже выравнивать ничего не пришлось. Отлично, теперь нам с вами нужно соединить вот эти вот все предприятия, скажем так, раз соединение есть. Дальше отсюда нужно дорогу будет сейчас провести, видимо, под конвейером. Тут тоже сейчас могут возникнуть некоторые проблемки, но мы постараемся. Так, давай, дорожка сюда иди. А, нет, слушайте, блин, хорошо, как здорово, прям вообще подгадали мы с вами, на ура. И дорогу сюда куда-нибудь у нас с вами выходит. Оп, отлично. Ну и отсюда, конечно же, тоже соединяем с дорожкой. Так, немножко ровняем, не получается пока, видите. Нужно выбрать местечко. Нужно выбрать местечко, где бы она соединилась. Так, я понял, не соединяется, если так. Так, строится и вот сюда выходит. Во, все, вот так и с вами сделаем. Отлично, даже, даже как-то, знаете, красиво получается. По-моему, даже замечательно. Что ж, мы с вами все построили, но построили, скажем так, все для добычи электроэнергии, да, в наш город. Пока у нас с вами нет ни жилых зданий, ни магазинов, ничего такого. Здесь нужно будет куча всего строить, и магазины, конечно же, и все прочее, прочее, прочее. И нужно будет, скорее всего, построить и транспорт, чтобы возить работяг на места их работы. Но, в принципе, с другой стороны, сейчас у нас с вами все относительно недалеко будет получаться, поэтому, возможно, они даже смогут зайти пешком до мест. Так, ну, дорогу пока дальше строить не буду. Мы сейчас с вами начнем строить именно то, что уже заготовлено. У нас запускаем, давайте, время. Так, здесь строечка идет. Здесь за доллары начинаем тоже строить, и здесь тоже за доллары начинаем строить. Все, стройка пошла. Как видите, ресурс пошел, в том числе и рабочий ресурс, да. Вот, и потихонечку стройка у нас с вами начинается и продолжается. Я пока сеть отключу. Смотрите, здесь, получается, ресурсы у нас с вами прибывают, как видите. И потихонечку все это дело тоже у нас с вами застраивается. Дорога, кстати говоря. Дорога, дорога, дорога. Дорогу нам с вами тоже нужно построить автоматически за доллары. Так, вот эту дорогу за доллары, пожалуйста. Опа. Все, видите, дорога тоже начинает строиться сразу. Моментально просто. Отлично. Все, у нас с вами в городе, считайте, есть дороги. Все соединено, все хорошо. Кстати, но сейчас, когда достроится, мы с вами посмотрим. Там нужно будет внимательно посмотреть, что докуда дотягивается, потому что здесь это тоже очень важную роль играет. Но я думаю, что все хорошо будет. Так, здесь пока стройка идет, давайте даже время немножко ускорим Я думаю, что побыстрее все это дело достроилось у нас с вами, да, и мы смогли приступить к дальнейшей постройке Хорошо, богатство источника 30%, но в принципе, в принципе, довольно, я считаю, неплохо Потому что я тут как-то сидел, немножко смотрел вообще, да, ну пробовал для себя И богатство было 6%, хотя, казалось бы, вроде тоже месторождение было, но там вообще очень мало, короче говоря, получалось Здесь хотя бы 30%, я думаю, это уже будет гораздо лучше, чем было тогда у меня А, конвейеры, конвейеры тоже не забываем строить, конечно же, естественно Так, конвейеры, конвейеры, пожалуйста, все, пошло дело, отлично Автопостройку пока опять отключаю И у нас заканчивает строительство тоже станция, тепловая электростанция И смотрите, причем, на станцию нужно 20 рабочих, на переработку угля нужно 15 рабочих А вот в шахту, в шахту нужно 220 рабочих, чтобы она работала на полную мощность Жесть, просто жесть, короче говоря Но вот как-то так, вот как-то так здесь все и работает Итак, мы, допустим, наводим на станцию и смотрим, с чем она соединена, да Электричество будет везде, поэтому нам с вами дополнительных трансформаторов, в принципе, ставить нигде здесь ничего такого не надо Оно будет дотягиваться так или иначе, когда начнет свою работу Далее, здесь, видите, можно показать здание, в которое можно дойти пешком Ну, собственно, очень хорошо, что можно дойти сюда пешком Но нам главное, чтобы можно было дойти пешком куда? Правильно, можно было дойти пешком от зданий жилых до зданий рабочих Вот это самое будет, конечно, загвоздочка у нас с вами Но здесь есть пешеходные дорожки, которые мы с вами также сможем построить Которые можем присоединить как-нибудь Ну, короче говоря, чтобы люди тоже ходили, бегали пешком до зданий С этим мы с вами завершили, хорошо, построили И, кстати говоря, видите, у нас появилось название, да, Берцк-город Ну, можно его переназвать, конечно же Мы так и сделаем Либо можно вообще убрать название отсюда Допустим, мы с вами берем Здесь есть такая вот кнопочка Создать город-регион Можно просто, ну, то, что здесь как-то он с краю совсем получился У нас город-то будет здесь в основном, да, поэтому нажимаем сюда Ешкарала Но нет Так, это мы с вами убираем Убираем И это переименовываем, конечно же Так, давайте У нас будет город называться Марковинск Допустим Почему бы нет, да? Марковинск, есть такое дело, все, сохраняем Отлично Теперь у нас такой существует с вами город И мы будем с вами в нем жить, конечно же Итак, нам с вами нужны люди, да Чтобы все это дело с вами работало, не простаивало Пока тоже на паузу нажму, опять же Что надо с вами построить? Надо построить, конечно же, жилые здания Где люди будут жить Ну и какие-нибудь удобства Хотя бы магазинчик для начала Для них, чтобы они там могли закупать еду Ну, минимальное, знаете, такое прям Поэтому мы с вами, опять же, заходим в строительство сейчас Выбираем здесь жилые здания Автопостройку за доллары сразу ставлю Чтобы у нас показывались именно ценники зданий То есть, если мы уберем У нас будет показываться ресурсы, необходимые для постройки зданий Но так как ресурсы мы все равно сейчас с вами закупаем Поэтому сразу будем смотреть просто по ценнику На разные дома Здесь есть разные кирпичные дома Есть многоквартирные дома и так далее Есть панельные, кстати говоря, самые, мне кажется, распространенные дома И насчет панельных, в принципе, они довольно выгодные То есть, если здесь, допустим, стоит, смотрите, 40 работников помещается При этом стоит 9500 То панельный дом на 65 работников стоит 6000 Ну, короче говоря, мне кажется, очевидно, да? И есть панельные дома на 75 рабочих, на 150 и на 80 Я, по-моему, больше даже и не видел 120, 150, 110, 120 Ну, да, короче говоря, вот домик есть за 13000 на 150 работничков Мне кажется, для начала нам с вами пойдет просто вот как нельзя лучше Как видите, тоже есть у него, скажем так, подъезд, да? Выезд И есть такие вот еще там символы с людьми Это пешеходные дорожки, куда можно будет, скажем так, приделать И они будут по ним ходить Поэтому, дабы это все далеко не было у нас с вами от нашего производства Мы с вами начнем строить где-нибудь это дело все здесь В принципе, пойдет сюда у нас, в эту сторону Ну, и я думаю, вот так вот потихонечку, немножко, пару домов Мы с вами сможем здесь спокойно вообще построить для себя Можно включить опять же сеточку Заселять граждан, я пока отключу Мы потом вручную с вами все это все сделаем, естественно Показать сетку рельефа Давайте посмотрим на эту сетку, чтобы хотя бы по ней, знаете, можно было тоже немножко построить Вот, ну и относительно все это у нас с вами недалеко происходило Так, ну что, я думаю, тогда я сделаю как-нибудь вот так, наверное Построю здесь, в принципе, дома Я даже сейчас, знаете, за доллар отключу, потому что, чтобы у нас, опять же, экскаватор наш работал Не тратились денежки на выравнивание ландшафта В принципе, я думаю, это будет нормально Так, строим дом здесь, допустим Ага, все, выравнивается Так, первый пошел Первый пошел Так, домик здесь будет у нас с вами получается Далее, по этой сеточке, ну, чтобы, знаете, более-менее ровно тоже все получалось У нас с вами как можно ближе к другому дому я ставлю Так, вот сюда поставим, давайте Да, ладно, чуть подальше-то сделаю вот здесь Еще один домик ставим, выравниваем Все, отлично И третий дом еще поставлю Наверное, в принципе, нам пока этого хватит Потому что, ну, в каждом доме по 150 человек Это уже три дома, считайте, на 450 человек У нас жахту 220 Ну и там по мелочи вообще остается Поэтому для начала трех домов нам с вами просто Напросто хватит Итак, три домика у нас с вами здесь будет стоять Что нужно еще построить? Ну, как минимум, я думаю, гастроном с вами построим Потому что людям нужно где-то питаться Где-то покупать еду Собственно, пропитание, да Гастроном поэтому нам очень сильно поможет И причем построим его где-то здесь тоже недалеко Чтобы люди могли спокойно до него пешочком добираться С другой стороны, можно его поставить ближе к этой стороне Потому что, ну, здесь у нас особо что будет строиться? Я думаю, жилые дома здесь вряд ли будем с вами строить Да, впритык совсем Вот, а в эту сторону спокойно можно будет построить Даже можно сейчас дорогу немножко продлить, я думаю В принципе, в целом, почему бы нет, да? Продлить дорожку куда-нибудь Куда-нибудь, куда тебя выделить-то Ну, давайте прямо на самом деле Потому что здесь такой ландшафт В принципе, сюда не очень хочется уводить Просто прямо здесь продлю сейчас Вот сюда В эту сторону Так, за доллары сразу стройся, давай И, возможно, где-то здесь я даже перекресток сделаю Какой-нибудь вот такой вот Так, не то хотел нажать Подождите Отмена Поближе к дому, наверное, сделаю Вот здесь где-то Перекресток Во, в эту сторону допущу еще В принципе, здесь тоже можно будет что-нибудь построить Вот так вот За доллары тоже дорожка давай стройся И здесь Как раз-таки на перекрестке На этом можно будет построить Я думаю, гастроном тот самый Вот Чтобы у нас дальше дома, которые будут строиться Тоже в него ходили и так далее Ну и эти тоже могли добраться Главное, чтобы хватало электричества Но, в принципе, здесь у нас с вами недалеко Электростанция получается Я надеюсь, что будет дотягиваться Но посмотрим, если что Мы с вами всегда сможем довезти Всякие провода и прочее, прочее, прочее Так, жилые здания Давайте гастроном Вот Да, дотягивается Смотрите-ка, отлично Хорошо Прям замечательно Я этому очень рад Итак, нам с вами нужно тоже, естественно Выезд сделать Да, с гастронома-то с этого Замечательно Так, что-то как-то, конечно, криво отставишься Ну ладно Мы тебя поставим вот так вот здесь Поближе давай к перекрестку Ставим Все Есть контакт Гастроном у нас с вами имеется Так А вот тут у нас с вами еще Ну и пешеходные дорожки тоже сделаем Нормально все будет, в принципе Я думаю, хорошо Начинаем строительство Тоже, естественно, за доллары За доллары Давай стройся Так Ну и мы с вами, в принципе, я думаю Запускаем сейчас время Чтобы Посмотреть, как это все дело у нас с вами строится Ну, дороги быстро Гастрономы строятся Дома давайте тоже за доллары строим За доллары строим За доллары строим Во, все, пошло дело Пошло, поехало И нам, конечно, нужно с вами еще дорожки здесь проложить Естественно Само собой Как же без дорог-то, да? От домов Так Оп Как-нибудь вот так наискосок Давайте Раз Как-нибудь так Два И как-нибудь вот так Оп Так Тихо-тихо-тихо Было же Оп, три Все Есть дороги Давайте их тоже строим За доллары Отлично И у нас получается с вами такой, знаете Первый жилой райончик Вот с такими вот панельными Интересными домиками В которых у нас как раз-таки с вами будут жить Наши люди первые Так И здесь дорогу тоже нужно достроить Давай за доллары Оп, достраивай Все Гастроном у нас с вами будет работать Проверяем Есть ли возможность соединения с электричеством Да, есть Отлично Ну и первое, что нам с вами нужно будет сделать Это, конечно же Снабдить углем, да? Изначальным каким-то запасом угля Нашу электростанцию Чтобы она начала вырабатывать электроэнергию Хотя бы, да? Ну, чтобы функционирование пошло Как бы Получается Вот Ну и Первый товар Конечно, даже не первый А я думаю, довольно-таки продолжительное время Мы с вами будем закупать Продовольствие сюда Это можно сделать здесь сверху Можно Ну, за рубли будем покупать Давайте За рубли Есть автозакупка Есть единоразовая закупка Я думаю, мы здесь будем ставить автозакупку Еды чуть-чуть И немножко мяса Ну, мясо-то максимально, в принципе И еды чуть-чуть будем закупать Также можем посмотреть сразу здесь цену за тонну И еще и доставка тоже не бесплатная Как бы это будет с нас денежки сниматься Все это дело Подтверждаем, да Подтверждаем Что вот нам здесь такие продукты будут поставляться В магазинчик наш Чтобы люди здесь могли Закупаться просто-напросто Далее Что нам с вами нужно? Как я говорил Нужно немножко угля закупить Хотя бы начального Единоразовую закупку с вами сделаем Угля купим Ну, вот Я думаю, 8 тонн В принципе, будет достаточно Суммарно с доставкой 248 рублей Получается, на самом деле, как-то дешево Прямо реально дешево Ну, хотя нет По тем временам, мне кажется Это была довольно-таки такая весомая сумма Знаете Окей Закупаем 8 тонн угля Как только сюда придут рабочие Здесь сразу у нас с вами электричество-то и появится В принципе Пешочком могут люди, видите Дойти спокойно от первого здания Кстати говоря Но надо сейчас будет нам с вами настроить Немножко побольше Я думаю, пешеходных дорог Пешеходных дорожек здесь с вами сделаем В принципе Можно их пустить как-нибудь Вот сюда, напрямик на самом деле На эту сторону Чтобы они здесь могли тоже ходить С другой стороны Здесь, в принципе, не так уж Далеко у нас все с вами располагается Поэтому Ну, я сделаю сейчас Не-не-не, подожди-подожди Я хочу вот сюда Понял тебя Вот отсюда Сделаю прямо сюда Дорожку давайте Оп Вот так вот сделаем За доллары строим Давайте Пешеходная дорожка одна У нас с вами имеется Возможно, она с вами будет мешаться Очень сильно Но потом ее можно будет перестроить Убрать и все Сделать все, что угодно Можно соединить дома даже дорожками Вот так вот, смотрите Оп Во, сюда куда-нибудь И потом еще сюда отвезти тоже Почему нет? Люди пускай добираются Да, тоже пешочком Куда-нибудь В шахту пускай тоже добираются Пешочком Сюда можно сделать пешеходную дорогу Тоже раз Даже можно здесь Смотрите, есть соединение Специальное Место для соединения Пешеходных дорог Отлично Тогда я вот так сделаю Сейчас здесь Подожди Нет, давай вот сюда Раз И я думаю Как-нибудь еще вот так Тоже сделаем Два Пешеходные дороги здесь нужны Чтобы люди ходили Пешочком Так, здесь давайте тоже проведем И здесь Во Вот так сделаем Все, пешеходные дороги У нас с вами в принципе есть Я думаю на первое время Нам их хватит Тут даже можно вот так вот Как-то еще вот так Знаете, почти впритык проводить Пешеходные дороги Что в принципе Мы наверное с вами тоже и сделаем Давайте Чтобы они не ходили Не бродили там По автомобильным дорогам Да, пускай лучше ходят здесь Во Все, строим за доллары, отлично, пешеходные дороги у нас с вами появились Ну и теперь мы даже с вами можем, в принципе, заселять Заселять наши первые здания нашими первыми людьми, которые пойдут у нас с вами работать Так, шахту Может, да, видите, люди могут спокойно дойти Вообще, пешком отсюда, замечательно Так, досюда люди тоже могут дойти пешком Вообще-то, всюду, хорошо, прям превосходно, я бы даже сказал Я даже, наверное, знаете что пока? Я даже, наверное, еще одну дорогу проведу для пешеходов Вот здесь, чтобы тоже могли бегать спокойно Так, вот отсюда давай Пока как-нибудь вот так Давай вот сюда иди Тихо-тихо-тихо, нормально Во, здесь соединяйся, вот отлично Здесь будет так явно вам удобнее бегать Чтобы мы с вами пока просто-напросто транспорт не строили И вы смогли пешком здесь добираться до рабочих мест Итак, сейчас самое время для того, чтобы загружать наши дома людьми Максимально 150 Не все из них будут работоспособными Есть люди с детьми, которым нужен будет детский садик Иначе они не смогут, собственно, работать Потому что будут смотреть за своими детьми Ну, логично, да? Поэтому Нужно будет обязательно его построить Конечно, мы с вами это все сделаем Но для начала давайте просто Закупимся, скажем так, людьми Здесь можно пригласить 10 иммигрантов из стран третьего мира За доллары Можно пригласить из других советских стран За денежки И потом можно будет даже приглашать специалистов Из других советских стран тоже за денежки Но мы пока просто обычных людей загрузим О, видите? Тут сразу информация появляется по дому Чего, зачем, как, почему, чего и для чего вообще, да? Ну, я думаю, загрузим Во, они уже побежали, видите, на работу Они уже побежали на работу Давайте здесь тоже загрузим людей Так, сколько? Ну, раз Тоже давайте, наверное, фул загрузим, в принципе, да? Один домик А второй пока... Ой, третий получается Пока не полностью будем с вами загружать Давайте пригласим, наверное, человек 100 В принципе, чтобы у нас с вами немножко места еще освобождалось Оставалось, точнее Во Некоторые побежали закупаться сюда, в принципе Некоторые побежали на работу сразу работать Правильно делают Правильно делают Во, все, у нас с вами пошла выработка, смотрите Конвейер, а? А? Уголь-то пошел Уголь-то пошел И куда он идет? Правильно, на переработку А в свою очередь здесь тоже люди работают И перерабатывают И уже непосредственно топливо для электростанции Выходит здесь через конвейер И идет на станцию И станция начала тоже работать Естественно Работает без проблем Видите, написано Все 13 рабочих у нас с вами здесь есть 15 Но сейчас люди будут еще доходить Как видите, они действительно пользуются нашими тропинками Нашими дорожками для себя, да? И ходят именно по ним Замечательно Все, работа пошла У нас с вами есть электроэнергия Так, а здесь есть электроэнергия? Да, электроэнергия тоже здесь есть Напряжение отлично, мощность, все есть Все хорошо Ну и здесь люди, конечно, будут закупаться продовольствием Соответственно, у нас по мере необходимости Вот так вот Все здесь у нас с вами теперь работает Отлично Единственное, что не отлично Что показано, как будто бы люди не смогут дойти От этого здания В магазин Ну вот, тогда вариант какой у нас с вами Мы с вами можем перестроить магазин вот сюда В принципе, поближе поставить Давайте попробуем Если мы поставим здесь Он будет дотягиваться или нет Так, жилое здание Гастроном Меня интересует, если мы поставим его здесь Будет ли он дотягиваться Вот так, допустим, сделаем даже, да? Просто поближе чуть-чуть Потому что с последнего здания Людям как бы тоже еда нужна Но показано, что они сюда ходить не будут И это не есть хорошо Так, я сейчас уберу пока вот это вот А, нет, хотя нормально все оставлю Давайте смотреть Если оставлю тебя здесь, допустим, гастроном Бам Ты будешь здесь дотягиваться или нет? Сейчас проверим Гастроном Пока он вообще ничего не показывает Странно Ну, короче говоря, тогда я поставил гастроном пока что сюда Вот здесь все нормально У нас с вами везде дотягивается Даже, короче говоря, здание промышленное дотягивается Поэтому я думаю, что мы с вами будем строить Не один тогда магазин Этот пока уберу Этот пока нам с вами не нужен Снести Да Этот мы снесем А этот мы сейчас с вами как раз таки Покупка за рубли В смысле Автозакупку также сделаем Мясо, пожалуйста, вот это вот все Закупаемся Все, отлично Могут спокойно покупатели приходить сюда И затариваться здесь Во, из этого дома, видите, сразу тоже такая толпа огромная поперла Жесть Какие же там сейчас очереди, мне кажется, будут просто невероятные Но даже можно за этим посмотреть Так, ну-ка Оп Охренеть И даже очереди появляются Жесть Жесть Ну да Потому что, видите, они сначала не могли закупиться А теперь они все побежали закупаться И, конечно, появляются очереди Но ничего страшного Ничего страшного Это потихонечку все пройдет И у нас все будет хорошо Пока здесь даже дорогу уберу Она, в принципе, особо там не нужна Вот Ну и нормально, в принципе Как раз-таки напротив домов Да, по центру, считайте, этого маленького района Есть у нас гастроном Мы даже дом еще сможем где-то здесь построить Один, например Почему бы и нет, да? В принципе, в целом Ну и давайте смотреть теперь, что у нас по электроэнергии получается Электроэнергия у нас с вами вырабатывается Мощность у нас с вами задействована Вообще Маленькая Угля у нас дофига Уже все забит Весь склад Здесь тоже забит весь склад Кстати говоря Потихонечку я смотрю Забивается, да? Ага Здесь добыча идет И, конечно же, сразу отправляется По конвейеру Рабочих здесь не так много Как вы видите Но, тем не менее Добычи нам такой Очень даже хватает Ну и опять же Здесь они пешком могут доходить Спокойно до рабочих мест своих Поэтому Проблем быть не должно Из двух домов Два дома Все хорошо Все замечательно Вот Правда, видите Из третьего дома тоже не особо На самом деле достают Так, а здесь? А здесь могут доставать В принципе Здесь люди могут работать Из этого дома А остальные люди работают С двух других домов Но, чтобы потом от этого избавиться Скажем так Да, и тем более У нас с вами дальше будут дома строиться Мы с вами будем строить уже Автобусы Которые будут непосредственно Возить их с остановок Где-нибудь забирать здесь Да, и возить до предприятий рабочих Ну, я думаю Мы с вами первый маршрут в шахту Тогда сделаем Чтобы люди туда ездили спокойно И спокойно работали Не только из этих двух домов Но еще и из последующих Скажем так, домов Пока что у нас с вами все работает Все хорошо И наш Марковинск Вот так вот, собственно Можно сказать Процветать Начинает потихонечку Что касательно ресурсов Да, которые можно продавать Так как у нас с вами сейчас затраты Идут как минимум на Продовольствие Чтобы их компенсировать Мы, в принципе, можем торговать Электричеством с вами Электричеством мы можем продавать куда? Мы можем продавать его сюда Тут можно присосаться Либо даже можем, по-моему, продавать сюда Не помню Тут еще городок А, нет Тут, по-моему, не Да, здесь они не закупают Но тогда вот как раз таки Можем сюда присосаться И продавать излишки электричества Именно туда Давайте сейчас, наверное, так с вами и сделаем Возьмем сеть высокого напряжения И будем ее просто-напросто отсюда сейчас строить Так, здесь присосемся И пошли прямо через горы сюда Так, ну куда нам вести-то нужно Сюда куда-то Да, ну я думаю, вот так проведем Раз Так, дальше давай ведем сюда Через лес Вот так прямо напрямик сейчас построим Я думаю, для начала Раз Да-да-да-да И сюда подсоединяем К нашей электростанции Я думаю, подальше, наверное, даже сделаю Вот так еще чуть-чуть сюда Давай здесь Так, давай сюда Давай вот так Раз Аккуратненько заходим сюда С И сюда заходим Оп, присоединили Все, строим за доллары Это обойдется нам с вами 83 тысячи У нас с вами еще 100 осталось как раз-таки Давайте Бам Строим Так, стройка пошла потихонечку И сейчас у нас с вами появится здесь Во Все Отлично, мы с вами соединились И теперь мы можем торговать с этими ребятами электричеством Давайте посмотрим Мы будем продавать И здесь мы с вами выбираем, сколько мы будем им продавать Ну, в принципе В принципе, давайте Я сейчас Возьму Открою окно Да Нашей тепловой электростанции И посмотрим, насколько будет хватать мощности Чтобы у нас, во-первых, и угля хватало тоже Да, чтобы он здесь не кончался Ну и излишки тоже все будем продавать Так, ну Я, наверное, пока врублю тогда В принципе, на полную На полную Вот максимум, сколько мы с вами можем продавать И это примерно половина мощности электростанции Вот сейчас она При том, что она питает еще весь наш город Который есть, да И целиком здесь Забит поток электричества, скажем так Который можем продавать То В принципе, это только половина еще Но сейчас самое важное Это, конечно, уголь Смотреть за углем Если его будет хватать То вообще без проблем Если уголь будет, конечно, уменьшаться То нужно будет здесь подкорректировать Немножко поменьше продавать Но в целом, как видите У нас рублики побежали Рублики бегут Все хорошо У нас, в принципе, поток пошел И денежек, да И продаем электричество Ну и будем здесь наблюдать, конечно За состояние наших шахт Естественно В принципе, здесь угля дофига Угля много Здесь тоже самое Все забито, кстати говоря Ну, нифига себе Она пыхтит, смотрите, как жизнь Закоптила-то, а? Недурно Но уголь тоже, мы видим С вами здесь поставляется Постоянно Поэтому я надеюсь Что проблем с этим Быть у нас с вами не должно И так шахта Потом переработка идет Да, и потом Тепловая электростанция Уже замыкает Все это дело Ну и мы видим Что, в принципе, всего хватает Всего хватает Да, здесь постоянно заполняется Люди работают Все хорошо Я думаю, так и оставим Тогда отлично Просто здорово Что мы с вами сейчас Можем все это дело продавать Я хочу глянуть сейчас Небольшой отсчет Ну, пока, естественно Все у нас суммарно в минусе Потому что мы Как бы только Столько всего за деньги построили Оно и понятно Вот Но в дальнейшем В принципе, я думаю Что у нас с вами Будет все хорошо Видите? Мы здесь потихонечку Электричество продаем Оно, конечно, дешевое Оно очень дешевое Можно посмотреть Цекущие цены На мировом рынке Все И мы видим Что электричество Стоит вообще копейки Но, хоть Первые копейки Знаете, да наши Как говорится, да? Поэтому Не забывается Потихонечку Расти И мы будем За этим, естественно С вами наблюдать Пока что, я думаю Мы с вами завершим Всем большое спасибо За просмотр Не забывайте Комментировать И нажимать на колокольчик Ну, а мы с вами Увидимся, как всегда В следующей серии Всем до скорого И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok